Время, которое мы будем разбирать Если вы не ответите, тогда мы будем все это обсуждать Давай начнем Надеюсь, не будет ничего сложного Мы разберем, как проходить собеседование на Java-инженера, Java-разработчика И обсудим вообще, какие вопросы чаще всего задают и как на них отвечать И что нужно знать для того, чтобы на них отвечать Да, давай, к делу Погнали Отмечаемся на портале Это все вы знаете Сегодня не нужно выкачивать никакие бранчи, мы просто поболтаем с вами Давайте начнем с самых таких общих вопросов Давайте начнем с самых таких общих вопросов, которые могут вам задать Что вообще такое Java? Язык программирования Об этом, конечно, не будут спрашивать А вот базовые типы и классы — это уже возможный вариант развития событий Вот какие есть базовые типы и что это такое? Что бы вы ответили, если бы вас сейчас спросили на собеседование? Примитивные типы Только погромче, громко Примитивные типы, громко, перечисляем Если все это не скажут и они услышат, это будет право Примитивные типы Примитивные типы Инт, long, short, white, char Да, boolean Хорошо А кроме примитивных какие еще есть? Ссылочные типы Да, есть обертки для всех Ну это что, демитивные типы? Да, это объекты Ну короче, и ссылочные типы Что такое ссылочные типы? Что такое ссылочные типы? Прошу Что такое ссылочные типы? Ссылки на объекты Типы, которые наследуются от класса облоги Объекты типов Давайте громче только Хорошо Это объекты классов, которые наследуются от класса object Мне бы так сказал Я бы сказал, что есть примитивные и ссылочные типы Вот и все Я остановился бы Вот это идеальный вариант На самом деле, больше ничего не говорите Ссылочные просто Вот, а это подводит нас совсем уже ко второму вопросу Вот, о том, как что-либо передается в функцию в Java Кстати, как? Параметры Примитивные типы передаются как копии То есть они копируются А ссылочные типы у них копируется только ссылка А объекты как-то были, ну, неизменными Какие бывают способы передачи? Какие? Вообще в языках программирования, не только в Java Ссылки и по значению В Java как? Еще раз По значению передается примитивное тип, а по ссылке передается ссылочное Ну ладно Короче говоря, правильный ответ Все передается по значению, но Тут может быть просто нужно просто подумать про то, что Передается по значению ссылка Ссылка передается по значению Ну и нужно понимать, что такое ссылочный тип Что это ссылка и вообще, как оно живет Ладно, вы понимаете разницу между тем, что ссылка передается по значению Или ссылке передается по ссылке? Понимаете разницу? Да, передается по ссылке Ну вот ты, кто понимает, ты можешь объяснить? Короче, вот тебе Громко и в нас Я напишу сейчас какую-нибудь функцию Но вы пока говорите Вот у нас, допустим, есть ссылка И мы можем передать ссылку на эту ссылку, наверное Ну вот как все плюсы Вот, после этого вас сразу спросят Знаете ли вы, что такое рекурсия? Вот, если вы ссылку на ссылку будете передавать Но это уже не важно Нет, нет, давайте посмотрим А как ссылка на ссылку на цех рекурсии? Вот у нас была какая-то функция Которая, ну, какая-нибудь там функция Что-то возвращать, неважно Просто примерная функция, которая принимает какой-то объект Вы ее где-то вызываете И как вы видите, внутри этой функции Ссылка на этот объект меняется Снаружи она поменяется или нет? Нет А если бы она поменялась, то это была бы ссылка Это была бы передача ссылки по ссылке, в принципе Но тут ссылка по значению Вот То есть, честно говоря, правильный ответ В Java все передается по значению Но если мы обратимся к объекту, который лежит по этой ссылке И изменим его Вот он сейчас так и сделает Если у тебя была передана ссылка на объект То да, конечно, как-то это изменится А с другой стороны, тут есть такая нетривиальная логика Касающаяся, вот, например, оберток примитивных типов И тех, которые при изменении фактически создаются новые объекты При приведении каких-то арифметических операций Например, если ты что-то будешь делать со стрингой У тебя будет создана новая стринга Если ты будешь что-то конкретинировать с ней Вот тут тоже тонкий момент, о котором нужно не забывать Когда проводишь такие логические рассуждения По поводу того, что-то будет изменено или нет Тут нужно понимать, меняется объект в соответствии с тем Какие функции ты на нем вызываешь Или объект порождает, функция порождает новый объект Вот, тут об этом нужно еще помнить Мы пора-то еще поговорим о будущих вопросах отчасти А вообще в какой-то случае, когда надо передавать ссылку по ссылке? Тогда нужно передавать ссылку по ссылке Нет, ну как бы Ну, Java-то так не можешь Ты можешь эмулировать это поведение Ты передашь обертку, а в обертке будет какой-то объект, ты можешь подменить Если у тебя бизнес-кейс или какой-то технический кейс под это подводится То почему не сделать это? Врапер над врапером написал Вот у тебя вот такая ситуация Если тебе надо, пожалуйста, пиши, никто тебя не ограничивает Ну, это какой-то… Изврат, конечно, да? Да, немножко из этого Вот, как только вы научились отвечать на такие примитивные вопросы Сразу к вам посыпятся вопросы на понимание А что такое объектно-ориентированное программирование? И тут самый, наверное, популярный и самый тиражированный вопрос Это отличие интерфейсов, классов и абстрактных классов Вот если у вас сейчас это спросят, что вы ответите? Чем отличаются интерфейс и абстрактный класс? Когда что использовать? В абстрактных классах можно по полям, по-моему, объявлять Какой интерфейс и какой-то метод будет Ну, из-за этих методов Главное, да Еще В чем разница? Интерфейс и методы были названы сейчас, да? Абстрактные классы можно только от одного класса А реализовывать можно сразу много интерфейсов Да, это верно И чем абстрактный класс отличается от интерфейса? То, что в абстрактном классе можно реализовывать часть методов, которые мы объявляем А часть методов оставить как бы на реализацию классов, которые в дальнейшем будут его наследовать Хорошо, в интерфейсах? А в интерфейсах строго только объявление функций Или тоже можно реализовать метод дефолтный, но только со статическими полями А в абстрактном классе можно и с полями, которые мы объявили в этом классе непосредственно Да, немножко просуммируем Абстрактный класс — это какой-то каркас, если можно это так назвать А в свою очередь интерфейс — это какая-то декларация API Конечно, в этом плане Java 8 немножко спутала наши планы, разрешив дефолтные методы И отвечать на этот вопрос стало немножко сложнее, но вы изучите материал, что именно там привнесли Какие статические методы можно реализовывать и как можно реализовывать дефолтные А мы к следующему вопросу Погнали Как создать объект Java? Простой вопрос Вызвать оперативную Ну ладно, первый Как-то еще можно? Вызвать конструкцию Вызвать конструкцию Как ты вызываешь конструкцию? С помощью new С помощью new Как-то еще больше Можно еще через рефлекцию Или через рефлекцию Ну так примерно Ну взять объект .class Ну затем В нем можно взять список реализованных конструкторов и сказать Вызови мне конструктор с таким-то параметром Ну или еще плюс параметры допуска есть Ну да А еще есть что? Есть, например, в 9-й Java еще появилось Или в 10-й метод Хембера Нет, в метод Хембера всегда был Но есть еще просто IP, которое чуть более простое Как бы оберт над рефлекшн Которое может вам вызывать методы В частности конструкторы Но это все тоже довольно извращенный способ В нормальной ситуации вызываете new Не власти в рефлекшн В метод Хендлер тоже не власти New это нормально Если бы не рефлексия Не нужно было бы в конструкторе приватном Выкидывать исключения Если ты не хочешь создавать объект этого Если бы не рефлексия У тебя бы не было половины фреймворков Ну это да, это тоже Что надо выкидывать? Ну, сейчас если есть объект, который Класс, который должен быть только статичным Никаких вообще объектов этого класса То через рефлексию можно создать объект этого класса А чтобы это предотвратить в конструкторе Желательно выкидывать какое-то исключение Там ошибка должна быть Ну, или это тоже Нет, я честно граню Достаточно спорное утверждение На самом деле обычно Закрывают просто конструктор А дальше если ты что-то через рефлекшн достаешь То это твои проблемы, как правило Да, обычно Вот Если ты делаешь что-то очень нитривальное и сложное То это в сервис в стентиле Хорошо, а как создать объект, не используя конструктор И не используя рефлекшн? Ты меня спрашиваешь? Да, как создать объект, не используя ни конструктор, ни рефлекшн? Если бы вы это достать из бин-контейнера Из бин-контейнера? Ну окей, давайте спринга не существует Как сделать то же самое? Как же? Как же А вот смотрите, вы что-то сериализовали? А потом вы десериализуете И так получается, что механизм десериализации У вас никак не вызывает конструктора Это прописано в нем И при этом создает вам объект То есть вы создали объект какого-то класса При этом не использовали ни оператор new Ни какой-то способ вообще Вызова конструктора Да, но ты имеешь в виду стандартную джаву сериализацию? Да, конечно Да, ну просто не подходили, но вы про него почитайте Это на самом деле не очень стандартный Смотрите, это не очень стандартный способ Это стандартный джаву способ Но им мало кто пользуется Потому что у него есть много проблем Мы с вами в каком-то смысле делали сериализацию Десериализацию Когда объекты в JSON превращают Это как бы кастомная сериализация Есть встроенная в джаву Там, не знаю, где может быть Интерфейс сериалайзабл Экстерналайзабл Просто про него почитайте Но его мало кто использует на самом деле Кстати, раз уж мы интерфейсов таких затронули Вот интерфейс сериалайзабл Там не продекларирован ни один метод Вот, спрашивают вам Объектно-ориентированное программирование Есть интерфейс Интерфейс это типа API Сериалайзабл Почему там нет декларации ни одного метода? Ну просто чтобы пометить его Что он смысловую нагрузку скорее несет Приведите пример Да, чтобы пометить Приведите пример еще хотя бы одного такого интерфейса Random access в RL есть Окей, random access Что, идем дальше? Да, давай дальше Модификаторы доступа Давайте быстро по вам проем-модификаторы доступа Окей, есть, ничего, не есть И что значит? Private, public, package private Приватный просто внутри данного класса И классов, которые будут объявлены Внутри этого класса Или файл А, и protected еще Public доступен из всех пэккеджей И других классов файлов Protected доступен из всех классов Которые будут его наследовать И package private Доступен только из этого Из текущего пакета Ты посадил? Что-то похожее на правду Скорее всего в камере Это было слышно очень плохо Поэтому, если коротко То есть такая лесенка В которой на каждой ступени Убирается Либо вы можете считать Смотря как считать Прибавляется уровень того Что вам доступно От приватного к публику Такой вопрос А вот если у нас есть два класса Описанные в одном файле Но не вдруг внутри друга Мы можем из одного Из одного брать приватные поля Другие Другого Из одного класса Брать приватные поля Другого Ты можешь считать Если нет никакой вложенности Ты можешь считать Что эти классы Связаны только пакетом Вот К слову А вот захотим мы Объявить несколько классов В одном файле А как это возможно? Просто последовать Один паблик, остальные не паблик Один паблик, остальные не паблик А может не быть ни одного паблика? Можем Не может Package private может быть Package private класс Да Правда? Хорошо Во-первых, еще модификатор доступа есть не только у Пани метода Еще и класс Я никакие Такие же В полу приватных паблик классов нет То есть только паблик И package private Просто Просто Можно ли делать файл Без единого паблик Да Да Ответ можно Можно Хорошо, договорились Что у нас следующее? Про ключевое слово static Вообще Куда можно запихнуть слово static? Зачем? И В каких ситуациях? Можно на класс запихнуть На класс Если он описан внутри другого класса Можно на место Что это даст? Это даст то, что данные Объекты данного класса Можно О, сейчас Объявление данного класса Боже То есть ты сейчас описываешь static inner class, да? Вот Что происходит, если мы объявляем static inner class? Чем он отличается от не static inner class? Мы не сможем использовать этот класс без объекта данного класса Если это inner class, просто обычный А если он статичный, то мы сможем его использовать без объекта данного класса Не, ну у тебя каша, честно А фишка в чем? Не, не inner class Как он там есть? Ну хорошо, да, договорились На самом деле у тебя просто нет ссылки на класс, который его оборачивает А если мы объявим класс внутренний без static, то мы сможем все равно создать его объект? Предположим, мы используем его имя даже без объекта верхнего класса? Ну создать тебе класс никто не помешает Если он у тебя в область видимости попадает В чем проблема? Вот На самом деле вот inner, все эти, nested Тут хорошо подходит слово внутреннее Впервые русский язык помогает в программировании Если внутренний вложеный, то работают Очень хорошо Так Так Вы не знаете У вас можно будет в любом месте кода Например, внутри метода Например, их можно еще никак не называть Это будут анонимные внутренние классы Безымянные Да, можно их называть как-нибудь в принципе тоже Понимаете? По-моему, да Можно, но зачем? Так никто не делает Это использовалось ведь до лямбда выражений Ну да, часто, например, чтобы запустить поток А нужно реализовать раннабл Это часто делали как? Писались И там создать new сряд Или new раннабл Внутри реализовывали логику Это как был анонимный внутренний класс Сейчас это никто не делает Все делают лямбда и вот и все Правда, давай дальше Это были такие общие вопросы, пожар Вопросы на кончике Просто про статик Про статик? А, про статик Да мы же главное самое про статик-то Про статик-то разобрали Давай дальше, если знаешь еще что-то Когда мы кинут на поля Соответственно, классы Ага Когда Ну понятно На методы класса Все На методы На класс А еще можно просто статик Называть Статик блок Да, статик блок Статик блоки делать Ладно, я четкую вопрос Когда эти статик блоки Инициализации будут запущены Когда они будут Грузится класс А как грузится класс? Когда он загрузится Когда он необходим Что такое необходим? Что такое необходим класс? К нему Или к его статик-полям Идет первое обращение Внутри программы На самом деле Вот это тонкий вопрос И в спеке Достаточно хорошо прописано В какой ситуации Вам нужно загружать Класс Ну, точнее, не вам А GVM-ки Надо загружать классы И я вам просто советую Очень это прочитать Потому что это Важная информация И часто забывается Вот А на переменные Да, ведь еще можно Статик использовать? Именно сказали На поля А что такое статик-переменная Вот Это у тебя C++ Ну, кстати В C++ Просто при следующем Вызоре этой функции Будет использована Та же переменная Ну, ничего Сильно тебе это помогало? Я не знаю Я писал какое-то Временное C++ Это Какое-то извращение На мой взгляд Локальная статик-переменная Представляешь? Да, я вспомнил Что есть такое Меня убили Только по-твою слову Вспомнил Семантику У меня Такого нет Жалко Конечно Не надо Не Мейн Что она будет Ну, вот Висеть Что-то 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 Еще раз Ну, глобальная Да, глобальная Должна Глобальная Переменная Ну, кстати То, что вы сказали Вообще вопрос А что такое Глобальная переменная В Java Нет, в Java Кройках нет Ну, классно Это же вроде Антипаттерн А их можно Нет, глобальные переменные Во всех языках говорят Что это Что-то плохое И К ним у тебя получается Неконтролированный Доступ Фактически И еще много Как можно писать Переменные Где-то вне класса Нет В Java Джава же говорит Что весь код У тебя Внутри классов Находится Не надо ничего придумать Скажите, что глобальные переменные Есть во всех языках Не, я ты В всех языках они считаются Плохим паттерном Плохим паттерном они считаются Нет, ну ладно, в Java есть В Java есть такие переменные? Ну, как есть А статические переменные По-твоему, что тогда? Ну, они же на каком-то классу относятся Ну, они относятся к классу Но ты из любого места кода Можешь к ней обратиться Правильно? В этом-то и проблема Если у тебя В это место кода Попадает В зону видимости Вот этого класса В котором у тебя Внутри объявлено То есть Как обычно это делается? У тебя есть статический У тебя есть какой-то класс С каким-то модификатором доступа Если вот это Какие-то константы То это обычно Какой-нибудь Внутри пакета Видимость Скорее всего Этого класса У тебя там есть закрытый конструктор Чтобы никто не создавал эту ерунду И у тебя есть статические филды Там просто Которым есть доступ Вот как эта задача решается Вот такая задача решается Нет, ну Короче, в Java тоже есть статический Как это называется Публичный Глобальный переменный Это паблик статик Типа глобальный Это то же самое Просто Понятно, что Лучше их избегать Например, как Не делать их статик Например Или не делать их просто паблик Делать их там, не знаю Package правит Или просто правит Если используете только Внутри этого класса То есть логично Просто используете Возможности Java Инкапсулируете всю Логику и весь статик Как обычно Что? Едем дальше К самому важному Что есть в Java Едем дальше Но сейчас будет небольшой прерыв Небольшой прерыв Договорились Теперь поговорим немножко Про самое важное Что есть В объектно-ориентированном языке Программирования Это про Самый Самый корень Дерева объектов То есть про класс Object Который есть в Java Ну да Вот Еще не все Есть еще другие Compare to Они меня обманывают Compare to Нет Слушайте, ребята Ну ладно Значит, потом Квейк-матифай Тоже вернемся Это очень интересный вопрос Давайте с простых начнем Во-первых Equals Equals Зачем он нужен? Для сравнения Сравнения объектов Хорошо Ромки что ли? Сравниваем объекты Да Как их можно сравнить Вообще А кому нужно вообще сравнение объектов? Компараторам Компараторам? С объектами Структурам данных Структурам данных Вот я, например Мне нравится сравнивать Урлы Между собой Частая задача Вот, например Это достаточно трудно делать Если не переопределять У них какой-то метод equals Это будет не очень натурально То есть, например У вас чисто физически Урл В котором Условно Не прописан протокол HTTP Во многих ситуациях Равен тому Где он прописан Вот Для этого, например Нужен метод equals То есть он у вас тут нативно Может быть встроен В объект В класс, который Называется URL Ну ладно Как можно в Java сравнить объект Можно через метод equals Очевидно Еще как можно Нормально В чем разница Сравнивает Они указывают На одно и то же место На один и то же объект Указывают они или нет Equals Это ваша кастомна логика Хорошо Если вы не определили Equals Как будет он работать Будет работать Нормально Хорошо Есть еще, конечно Много всяких Интересных вопросов Про сравнение Конкретных типов Например Строк Как сравнивать строки Обычные стринги Да, обычные стринги В чем разница В чем разница Два варианта По ссылке Или по 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 Ну в зависимости от того Что мы хотим А что мы хотим Ну в частности Если у нас есть Ну не знаю Ну стринг-то у нас За нас написан Как объект Как объект какой-то И нам Именно необходимо Чтобы было Разные объекты Разные объекты В памяти То тогда Мы просто Ну да Там просто есть Такая же тема Что она Иногда Для одинаковых строк Один и те же объекты То есть О, называется Строковые литералы Если я правильно помню Да? Неправильно помню Неправильно помню Очень жаль Ну да Как это называется? Строковые литералы Строка может попасть в фул И тогда Равнение к кому-нибудь Появится что Равнение к кому-нибудь Если Они ссылаются На одну фулу Зайф в фуле То они равны Ну да Короче В жале Есть интернирование строк Есть карта Интернированных строк Да В принципе Но у нас есть тема Что это значит? Что вы ее управлять не можете Мы с вами про это не говорили Но сейчас так давайте подумаем Просто Например У вас есть какая-то программа Которая работает со строками И вам часто нужно узнать Две строки равны или нет И вот вопрос про равно-равно И у вас очень важный Правильно Корректно Сравнивать в общем случае Через эквелс Ну понятно Что сравнение строк через эквелс Это довольно как бы дорогая операция Да? Вы можете там представить Как она внутри устроена То есть это относительно дорогая операция Ну это будет вам интересно Только тогда Когда у вас приложение Там не знаю Полностью про строки Там очень много строк Там какие-то очень большие строки Сравниваются И все такое Вот только тогда Вы можете вспомнить о том Что у вас есть Пул интернированных строк И то что вы можете В него строки засовывать Вообще Вообще Ладно У нас какая-то строка Заинтернированная Что это значит вообще? Что это значит? Что это значит? Вот я спрашиваю У нас есть пул интернированных строк Правильно? При создании нового объекта Если мы создаем опять строчку То будет строк Как же она То, которое есть Да Какое из этого последствия? Какое из этого последствия? Да Ну собственно Если строка интернирована Получается То есть как еще раз? Я что-то недопонял То есть мы создали уже Какое-нибудь слово простое Хотим его еще раз создать Что будет сделано? Ну если ты Если она интернирована Да Ну допустим Она интернирована То ты получишь ее Из пул интернированных строк То есть Это значит Что это будет Тот же самый объект в памяти И ты можешь его сравнить Правно-равно Классно, да Ну хорошо Что еще известно Про эту карту? Что еще ты можешь сказать? Про карту? Нужно ее постоянно использовать? Нет Нет? Почему? Не нужно постоянно использовать Потому что Опять же Это системная Встроенная в GVM Структура данных Она Ну насколько я помню По старым флагам По крайней мере В GVM Она управляется Только вот этими флагами В GVM То есть вы можете ее расширить И на старте приложения Потом ваше приложение Долго-долго работает Там гигантское количество Строк накапливается В этой карте Там миллионы строк Накапливаются тоже Если вы все будете интернировать Она не расширяется У нас будет большое количество Там коллизий В этой системе Труктур данных То есть Честно говоря В общем случае Ее Не советуют использовать В принципе Это трейдов Вообще говоря Как и почти все В нашей области Если вы это делаете Вы должны четко осознавать Проблемную область В которой вы работаете Если вы ее не осознаете Лучше этого не делать Как в принципе и всегда Вы можете размер карты выставить Наверное отключить тоже Но размер карты выставляется Можете выставить его Ну так что Про equals мы проговорили Я вот слышал Еще правильный метод Хеш-код называли Вроде есть такой Зачем? Хеш-код, например Что займет Что он возвращает Что он возвращает Он возвращает число К ним Которое является Хешем данного объекта Которое потом Используется в различных Фруктурах По типу Хеш-нет И Хеш-сет И так далее У него есть Стандартная реализация Ну нет, это вранье Им, конечно, об этом знать не нужно Есть несколько стратегий По которым оно может генерироваться Это от одной версии GVM Ну если брать Hotpot В данном случае Hotpot Реализацию То от каждой версии GVM Они каким-то образом Менялись Да, действительно Когда-то это было Сгенерировано На основе На основе адреса Но тут есть проблема Самая большая проблема Которая была Это в том, что При выборе Garbage Collector У вас Объекты Лоцируются В достаточно Маленькой области По сравнению С таким Огромным хипом Из-за этого А поскольку У нас есть контракт Что на протяжении Всего жизненного Цикла объекта У вас Должен хеш-код Не меняться То есть Получается, что Мы хеш-код Будем генерировать По достаточно Маленькому Этому Ранжу адресов Вот А нам хочется Чего-нибудь Получше Вот Таким образом Коллизии Нужно было снижать И в последующих версиях GVM Это было Немножко промодифицировано Но вы флагами Тоже можете этим управлять Но не делайте этого Пока Хорошо Что еще здесь осталось Compare to Compare to Это что у нас Метод Object Подожди Про контракт Это забыли поговорить А Контракт Ну Может после compare to Поговорить Ну Ладно Во-первых Вы с вами уже сказали Что метод И у вас очень важная Структура данных Метод Хешкод Очевидно тоже Для каких Например Есть контракт Метод Какой Что это за контракт Зачем он нужен А Что Если Игл То Хешкод Правны А если Хешкод Правны Необязательно Игл Все верно Да Норм А вот теперь Хороший вопрос Тут к нам пришел Compare to Во-первых Он в Object Или нет Или где он Как его сделать Что Что такое Compare to Говорится Что Объект Данного Интерфейса Должен реализовать Метод Хорошо И как это все Должно относиться К нашим Иглс И Хешкодам Compare to Равен нулю Тогда Как я понимаю Тогда и только тогда Когда объекты Иглс И соответственно Меньше По каким-то Соображениям Он может быть Как меньше нуля Так и больше нуля Что говорит нам Что объектам Больше Нашего объекта Или меньше Как я понимаю Больше или меньше Объект На самом деле В Доках Интерфейса Это все прописано Четко Можно почитать Если вдруг Забудете И С этим Не должно Возникнуть Проблем Вот Ну ладно Кому нужен Compare to Кому Ну например Эггеритм Снофероги Да Но Например Нужно Чтобы вы Реализовали Какой-то способ Сравнивать Да Просто Любая твоя функция В коде Говорит Что я На вход Принимаю Comparable Объект И все Это значит Что Извини Нужно Реализовать Тут В какой-то момент Делать Который Не обязательно Compare Или Верно Да Верно Давай Объясним Иначе Мы слишком Скучными Будем Если у вас Есть какая-то Нативная Процедура Сравнения Единственная Хорошая Нативная Ее разумно Делать Через Реализацию Интерфейса Comparable Потому что Она будет Единственная Для Вашего Класса Если у вас Есть куча Разных Методов Сравнения Еще дополнительных То это Уже Компараторы Потому что Например Reverse Ordering Как Reverse Ordering Сравнения Для Интеджеров То есть Обратном Порядке Это Уже Разумно Делать Через Компаратор Потому что Это Уже Что-то Особенное Таких Можно Сделать Множество Для Класса Интеджер Если Так Да Есть Разные Совершенно Методы Вот А еще Знаешь Когда Классно Это Делать Компаратор Делать Когда Ты Пытаешься Сравнивать Чей-то Чужой Класс 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 Уже Написан И ты Его Не Можешь Расширить Вот В этом Случае Уже Компаратор Приходит Нам На Помощь Потому что Ты Не Можешь Ничего Написать Ток Ладно Какой-то Контракт Между Компар То И Класс Есть Про Компар То И Класс Мы же Уже Поговорили Так Что Да Сейчас Компар То Равен Ну Тогда И Только Тогда Когда И Идем Дальше Нет Давай Еще Про Хешкод Есть Еще Какое Нибудь Требование Хешкода Мы Уже Сказали Что Если Два Объекта Равны То Нужны Соплодать Хешкоды Это Тоже Важное Требование Например Если Вы Пользуетесь Хешкартой Вы Что-то Положили И Потом Хешкод Изменился Вы Можете Потом Не Достать Блин Это Плохо А Например У меня Есть Какой-то Объект И У У Много Лежит Коллекция Что Я Не Могу Хешкод Сделать По Всем Элементам Коллекции Пройти Сделать Сумму Хешкодов Этих Элементов А потом Сложить Что-то Разделить И Вот Так Не Могу Хешкод Получить Можете Логично Что Програмнист Может Все Мы Можем Так Написать А Вопрос В Другом Можно Легко Но В ближайшее Время Меняться Не Будут Мы Говорим Что Хешкод Обновись И Она Пересоберется И Получается Все Будет Для Нас Хорошо Такое Возможно Или Нет Есть Такой Метод Пересобрать Карту Ну Да То Мы Знаем Что У Некоторые Объекты Изменились У Нех Хешкод Изменился И Ну Это Вообще Это Плохо Так Делать Потому Что Правило Говорит Нам О Что Желательно Так Не Делать И Честно Говоря Мне Не Приходилось Так Делать Ну Да Потому Что Проще Намного И Понятнее Ну Хешкод Короче Нет Такого Метод Но Я думаю Что Ты Можешь Этому Ирвать Пройдясь По всем Элементам Здравствуйте Будет Работать Но Опять Таки Это Мы Говорим Про Хеш Мэп Если Ты Сам Делаешь Реализацию Какого-то Мэпа Или Берешь Библиотечный Который Условно Говоря Например Имеет Промежуточный Стейт Или Там Внутренние Кэши У Мапа Каким-то Образом Не знаю Почему Они Сделаны Были То Там У тебя Уже Будут Особенности Которые Реализация Тебе Приносят Вот Там Уже Надо Разбираться Будем дальше Да А Да Вот У нас есть Класс Внутри Класса Коллекция Коллекции Есть Элементы Хочу Сделать В Этому Классу Метод Хеш Код Который Возвращает Сумму Хэше Этих Элементов Как Мне Это Сделать Чтобы Всем Правилам Удоблетворить Ну не знаю Ну просто Захотелось Вот я Я Ты пришел Ко мне на Собеседование Я задаю тебе Глупые вопросы Это один из них Что делать будем Что делать будем Делать коллекцию Неизменяем Делать коллекцию Неизменяем Вот Это классная идея Как сделать коллекцию Неизменяемой Ну Создать Свой объект Свой класс Однаследуясь От этой коллекции Плохая идея Следующая Создать свой Многие идеи Которые начинаются Создать свой Ну просто Мы же не можем Никак именить Тот же самый Рейлист Если я хочу Создать Тот же самый Коллекцию Ну это же не значит Что О Кажется Мы нашли Непонимание К счастью У нас Следующий вопрос Про коллекшены Следующая тема Раз мы плавно К ней подходим Мы ответим Постепенно На этот вопрос Давайте так А у нас есть Вообще Такая сущность Как Unmodifiable Коллекшен В Java Immutable Unmodifiable Вот это что-нибудь Существует у нас И где это Хорошо использовать Вот вообще Так если представить Есть Хорошо Так есть Будем смотреть Ладно Как называется Посмотри Совпало Есть Такое Что-то Это по-моему Не то Что мы хотим Нет Com San Java FX Еще Другие Варианты Immutable Кстати Классная Идея Immutable Давай Что делать Ну еще Синонимы Неизменяемости Давайте А я нашел Что-то О, классно Если Unmodifiable Лист Смотрите Unmodifiable Лист Но статически И находится Внутри Коллекции Статически Не публично Что с ним делать Вы с этим Еще делали Как сюда попал Короче говоря Как минимум В интерфейсе Collections Есть Набор методов Который Начинается Unmodifiable Который Подставляет Вместо Коллекции Кого Засунули Unmodifiable Коллекцию Но правда Вы и сами Садать не можете Только через Этот Интерфейс То есть Такие коллекции Есть В принципе Если бы вы Дизайнили Такую коллекцию Что бы вы сделали Хотя это Скучный вопрос Я бы просто Убрал все методы Которые с ней Что-то делают Add Remove Вот это все И предоставил Интерфейс В котором их нет Посмотрите Что Если мы хотим Я взял Unmodifiable Лист Что будет Если мы В тот засунем Будет Exception Да Нельзя же Убрать Ну Как я и говорил Можно сказать Созвать класс Отнаследоваться Отнаследоваться И замените Все Можно А зачем Так здесь же все Это уже есть Вот java Java большая Все можно взять Как вы видите Не совсем Unmodifiable Вот А теперь вопрос У вас есть Unmodifiable Лист Он Unmodifiable Или его Как-то Можно Изменить Вот Сами объекты Можно менять Вот в чем Подвох То есть Для того Чтобы собрать Вот ту структуру О которой Я говорил Нам нужно Первое Immutable Unmodifiable Коррекция И второе Иммутабельность Всех Объектов Которые в нее входят Причем там До самого нижнего уровня Погнали дальше А какие у нас есть Immutable объекты Которые вы просто Каждый Каждый день Используете Задних рядов Слышны Стринги Стринги Строки Что еще Big 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 А обычный Нет Или Типа Если big То нужно Если обычный Не надо То есть Обертки Не Immutable Обертки Immutable Обертки Immutable Конечно Ну хорошо Наверное Хватит Даже пока Хватит Давайте Коллекция Передем Да Ладно Самый Вопрос Часто Вопрос На собеседах По коллекциям Самый Базовый Вопрос Нарисуйте Иерархию Коллекции Какие коллекции Вы знаете Опишите Эти коллекции Вам скучно Это огромный Список Нет Не нужно Все описывать Нужно Как минимум Сказать Что есть Группа И потом Какой-нибудь Один Типичный Представитель Давайте Нарисую Сверху Коллекции Говорят Ну ладно Я рисую Сверху Коллекции Раз Получил Коллекцию Может Вот эту Попробуешь Я не знаю Есть что-нибудь Да Дальше Коллекшн Есть Что-нибудь Выше Коллекшна Итерируемый Итерируемый Хорошо Что он может Пишет очень Попробую Мы можем Но Итерируемый 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 С помощью которого Мы можем Выбежать По всему Массиву По всем Элементам Данного И данной Коллекции Хорошо Ну вот У нас есть Интерфейс Коллекшн Что-то Какие конкретные Есть Лист Q И Asset Лист Q Asset Ладно А карта тут где? Это отдельная Это не коллекция Ну да Все правильно Карта Это не коллекция Но на Итера Боллит Итера будет И карта Вопрос Но мы можем Пока что На ней эту карту Подержим А нет Там мы ToStream Использовали Чтобы Берить ToStream А что такое Элемент Карты? Вот давайте Так Что значит Проитерироваться По карте? А? Там есть EntrySet EntrySet То есть мы Берем Говорим Карта Отдай нам Пожалуйста EntrySet И дальше С ним уже Что-то делаете Хорошо? Давайте так Просто споим Какие-нибудь По парочке Примеров На каждом Какие есть? Листы Линкет Линкет Лист И Array Лист Хорошо Очереди Какие бывают? То же самое То же самое Для чего Array Лист? Линкет А не Ну на самом деле Правда Линкет Линкет Лист Это очередь Или нет? Такой интерфейс Очереди Что нам хочется От очереди От Q Смотреть же Всех Смотрим Q Java Util А не Java Vt Здесь есть Added Pick Poll Remove Offer Array Ну Вот если Вам предложат Реализовать Очередь Вот Вы возьмете С большой вероятностью Линкет Лист Вот И тут Становится Вопрос Почему? Потому что Если мы Делаем Push У нас Изменяется Наша коллекция Если мы Будем То же самое С Array Листом Делать У нас Постоянно Будет Сдаваться Она Наследуется От DECO А DECO Наследуется От Q Да Она Реализует Q Все верно Честно говоря Если вы хотите посмотреть Полную картину То я вам уже показывал Как можно По многих средств Разработки Это сделать Например В IDEA Control Shift Вы все это увидите Вы можете посмотреть Все это Конечно Мы рисовать не будем Но Просто Ради интереса Посмотрите Какие вообще бывают Их в принципе Больше Чем мы сейчас С вами называем Намного Хорошо Хорошо Договорились Сейчас мы про всех Не будем Не будем Не будем Не Скучный Тресет Какая-то Одна Видишь Там Немножко Пунктирная Стрелка Есть потому Что А Потому что Во многих коллекциях У нас есть такая штука Как Вот каркас На котором она держится Там Все завалено Дженериками Можете посмотреть Кстати Коллекция Это отличное место Где можно учиться Тому Как реализовывать Дженерики А вот Например Если хотите Можно посмотреть Например На метод Который называется Макс Ты пока Рассказывай Я его найду Потому что Это вообще Веселая штука Хорошо Хорошо На чем мы остались Ладно Давайте Пока Насередчик Ищет Поговорим Про основные коллекции Самые простые А реалист Как он строен Ладно Это внутри Массив В чем Отличие А реалиста От массива С чем У нас есть А реалист Не просто Массив Ну А реалист Может Минить Свой объем Он может Минить свой Размер Если Ты говоришь Элементы Он сам Расширяется Насколько он расширяется В два раза Нет Он расширяется По крайней мере На кривитаре По-моему Он в рикторе Полтора раза Он расширяется Ну Это Честно говоря Естественно Никакой спецификации Не написано Просто сейчас Такое поведение Хорошо Винкерпись На самом деле Даже его идеализовывают Как устроен Винкерпись Видеть Ну связан список Да Это связан список И как он Это связан список Это связан список Какие объекты Винкерпись Бомроды Да Ноуды То есть Типа 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 Объект Ноуды Который Налево Направый И на На Следующий И на Следующий И на Следующий И на Что? На Сам Объект Хорошо Частница задает такой вопрос Он немножко глупый Конечно Но все равно Стоит Не уметь Отличать Чем Что хуже Арейлист Или Линкетлист Такой формуровки Ничего Что лучше Ну в зависимости от задачи Конечно Но если нужен быстрый доступ То тогда Арейлист Если часто меняются Концы Массива И в частности Начало То лучше конечно То есть мы Изначально В Арейлисте Мы будем Очень долго Доставать элементы И засовывать их туда А в Линкетлист Первые элементы Это очень быстро Засовываются Это констант Добавление Первого элемента В Арейлист Это какая сложность? От Н Причем Чистая Почему? Почему так происходит? Ну потому что мы Должны будем сместить Все элементы Право на единицу А всего на сегму Мы будем ставить начало Мы все сдвигаемся Но тут надо всегда Просто вспоминать Что вот эти операции Балковое перемещение Копирование объектов Памяти Массива памяти Они очень Реализованы На всех современных Линкеттурах На самом деле На довольно больших Фактических объемах Арейлист Должен таких операций Перегонять То есть честно говоря Очень редкие ситуации Когда вам нужен Именно Линкетлист А ну еще Мы вспоминались Про Футпринты На лекции Про garbage collection И тут тоже надо Учитывать Что Линкетлист Так-то Место побольше Отжирает Чем Рейлист Вы помните Он занимал Сколько раз больше Особенно если Рейлист По 3 мить Я точно Число сам не помню Но думаю Что раз в 4 Но в 4 Да По идее Потому что Если получается Каждый ноут Хранит в себе Сам объект Два указателя На следующий Реализующий И объект Вверх Ну Выше стоящего То есть получается 4 сонки Да К тому же Как вы понимаете Доступ К Не структурированному Так сказать К непоследовательному Участку памяти Будет Присходить очень долго И вот Обещанная функция Которую я хотел Вам показать Функция Которая называется Max Находится Она в Классе Collections Точка Java И смотрите Что это вообще Такое Это Если вы понимаете Что происходит Внутри этого монстра Вы Разбираетесь В Дженерика Смотрите На вход Поступает Какая-то Collections От Вопросительный Знак Extends Т А Делает Это Все Вообще Какую-то Страшную Штуку Т Extends Object And Comparable От Вопросительного Знака Super Т Что с этим Вообще Как Кто Это Написал Кто Это Написал Тут Наверное Даже Есть Кто Это Написал Автор Ну Ладно Это Забавы Ради Джош Блох Читайте Джоша Блох Если Еще Не Читали То Скорее Всего Вы Уже Его Читали Так Еще Раз Возвращаемся Так Макс То есть Если хотите Упражнения Разберитесь Зачем Все Это Написано И Что Это Такое Но Это Упражнение На Женерике Не Будем Что Возвращаемся К Нашим Коллекциям Такой Вопрос Вот Интервью Вам Говорит Вот Вы Привели Мне Несколько Листов Несколько Реализации Интерфейса Лист Как Сделать В три Раза Больше Вот Как Назвать Интервьюеру В три Раза Больше Имплементирующих Лист Классов Хорошо Copy On Right Вот Есть У многих Есть Copy On Right Листы Какие-то Хорошо Дальше Еще Вот Concurrent Второе Множество Которое Мы Получали Второй Класс Что Еще Ну Но Но Ну Посмотрите На Нашу Структуру Класса В Конкарме Много Всего Там Много Релизации Всех Коллекций Только Разного Вида Синхронизации Внутренних Наверняка Блоги Но Если Возьмете Какую-нибудь Коллекцию Добавляйте Кни слов Concurrent То Вы Почти Точно Получили Неплохо Да Вот Такой Лайфхард Да Хорошо Давайте Прохож А Забыли Unmodifiable Мы Только Что Изучили Еще Unmodifiable Unmodifiable Concurrent Релиз Да К сожалению Что Возвращаемся Обращаемся Нативная реклама На самом деле Мы продолжаем У нас остались Хэш Это 300 Давайте Быстрее Что Мы можем Скать Как 300 Не будем Ублодить Ублодить В виде Красно-черных Дерев Да Текущая Вроде бы Красно-черное Дерево Хотя В принципе Это Может Измениться Сейчас Красно-черное Дерево В чем Его Особенность Зачем Им Такое Дерево Поиск Да Логарифт Да Как это Гарантируется Почему Именно Красно-черное Дерево В чем Особенность Ну Все деревья Сортируют Понятно Никто Не сортирует Деревья Что за глупость Их балансирует С помощью Деревья Можно Получать Сортированные Вот Это Уже Ближе К истине Да Да Это Понятно А в чем Особенность Черного Дерева Ты правильно Уже говорил Просто Мы тебя Перебили Ладно Серег Сказал Баланс Баланс В общем Есть вариант На баланс Этого дерева Если Так Говорить Вот Хорошо Там что-то Есть Вы Пытаетесь Засунуть Что-то В Дерево В Трисет Трисет В Тримап Да неважно Вы пытаетесь Что-нибудь Засунуть Туда Какими Свойствами Должен Обладать Этот Элемент Который Вы Засовываете Скорее То есть Этот Класс Должен Сравним Ничего Что А Есть Варианты Вот Класс Несравним Нереализован Что делать Будем Хочу В дерево Его засунуть А Класс Библиотечный Предоставить Компаратор Принимается Компаратор Нет Подожди Еще У нас Есть Контракт Контракт Должен Безобладать Метод Equals Метод Equals Должен С Методом Компаратор Мы Про Компаратор Забыли И про Equals У них же Есть Еще Контракты Нет Мы же Не до Конца Поговорили Вот Смотрите Есть А Equals Б Значит Ли Это Что Б Эклс А А С Компаратор Какая У нас Варианта То есть По крайней мере Транзитивность Должна Выполняться Еще Что Еще Хотя Все На самом Деле Следует Из Того Что Equals Контракт Есть Этот Контракт Просто На Компаратор Распространяется Дальше Транзитивность Не Распространяется Транзитивность Сама Появляется Ну в общем Да Неравенство А меньше Б Меньше С Да То есть Это все Довольно логично Просто Когда вы Реализуете Все Это Вы должны Про это Подумать Если Вы Про это Забудете Потом У вас Будут Страшные Ошибки Вы Будете Блог Разбираться Читая Б Читая Карту А Достатит Не Мам Нет Просто Как правило Каждый Джуниор Один Раз Разбирается С Да Что-нибудь Сломалось Так вот Hashset Мы про него чуть подольше поговорим Во-первых Как устроен Hashset Hashmap Где Вместо ссылок на объекты Хранятся те же ключи Ну Не те же ключи Там хранится специальный объект Блог Можете посмотреть Форализацию Hashcard Давайте посмотрим То есть Да Первое Что надо сказать Это Hashset Внутри Устроен Как Hashmap Ну Опять же В принципе Это Мне кажется Нигде Не Специфицировано Но Текущая реализация такая Все Все это знают Что у нас здесь есть Вот Hashmap Вернее так Что у нас тут есть У нас здесь есть Вот Хэшмэп Из тех Векторов Какой-то объект О смотри Тут еще Dummy Value Private Static Final Хотим поговорить Про Final Или уже Все равно Про Final Будем говорить Потом Потом Вместо 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 Там Хранится Вот этот Блок Ладно Тогда мы Давайте Перейдем Как раз К картам Потому что Сейчас мы Обсуждаем На самом деле Карту Давайте Перейдем Три сета Три Мэп Связан Класс Теперь давайте Быстренько Поговорим Про то Как устроен Хэш Мэп Хэшмэп Как Давайте Так Более конкретный Вопрос Мы хотим Что-то положить В хэшмэп Что в этом Происходит Считается Изначение Кажет От этого объекта Здесь Калинии Там Главляется Сначала У нас есть Объект У нас есть Карта Посчитали Хэш-код От объекта Потом Что мы Сделаем Этот хэш Затем Преобразуется Каким-то образом Да В самом деле Он преобразуется Это верно Затем У нас С одного числа Получается Под другое число Сейчас С другим числом Делаем Затем У нас У карты Есть Какое-то Количество Бакетов Картинов Которые Мы Записываем Берется Это Количество Корзинов Или Вот Ну В зависимости Два В степени Какого числа У нас Количество Этих Корзинок И затем Это число С ним Также Делается Попитывая И Чтобы получить Номер Корзинки В которую Нам нужно Запихнуть В этот объект Ну Думаю Примерно Так Короче Какая-то Сложная Математика В результате Мы попали В бакет Это Хорошо Что знаешь Может И затем В этот бакет Ну Уже Так как Это просто Будет Обычный Насколько я понимаю Список И он Запихивается В конце Этого списка Ну Во-первых Что запихивается То Что там хранится Вот мы хотели Положить объект В карту Мы получили номер Бакета В который мы хотим Его положить И Этот бакет Это список Элементов И он Кладется В этот список Как последний Я понимаю Что там хранится В этом списке Там тоже ноты Вот что Еще Помните А в каждой ноте По-моему Ключ Значение Хеш-код И ссылка На следующий нот Короче говоря Там что-то типа Лингит листа Еще там устроено Хорошо И еще Обычно говорят С какой-то версии Java Если у нас Слишком много Элементов В одном бакете То они еще Разворачиваются В дерево Если это возможно Ну тут есть один нюанс Есть один нюанс Один Какой? Какой? Что нужно Чтобы развернуться В дерево? Да Рамбет Вот Не все что угодно Может быть развернуто В дерево Для этого нужно уметь Сравниваться между собой Ну да Это логично Вот Ну хорошо Про Нет Нужно прочитать документацию И сделать так И сделать так Чтобы документация Соответствовала тому Что ты делаешь И в результате этого У тебя происходило Разворачивание Если у тебя в одном бакете Будет больше определенного Количества элементов То есть Ты меняешь Линейную сложность Поиска внутри бакета На Логарифмическую Сложность поиска Внутри бакета При этом Ты еще меняешь Константу Каждый алгоритм Может быть сравнен С точностью Ну то есть Его алгоритмическая сложность И алгоритмическая константа Соответственно У тебя есть какие-то графики В какой-то момент Они пересекаются Тебе важно Чтобы вот до этого пересечения У тебя был оптимальный То есть Тот который ниже Тот оптимальный Очевидно Нет Наверное не спросил Я имею в виду У меня была структура какая-то Я ее клал Ну вот В кэш В кэш-мап Клал-клал И потом просто Записал Ну Ну Сравнение И она у меня Начала быстрее работать Я про это Спросил Это так будет Происходить Или нужно что-то еще Нет Так и будет Но Как бы Честно говоря Она Я не понял Что Ты понял Сначала список был В один момент Мы превратили Вот этот список В дерево И начиная с этого момента Мы получаем Быстрее доступ Да Но только нам нужно оговориться Что ты это все заметишь Только Как бы С темами пустое Честно говоря То есть Чтобы такое случилось У тебя во-первых Должно быть много коллизий О Много коллизий Как сделать много коллизий Просто вернуть Одно число Хорошо Ну вот тогда Что-то сработает Если Допустим У вас Не преобразуется Там ничего В эти деревья Вы сделали Плохую хэш-функцию Какая у вас Будет сложность Добавления В хэш-мэп Линейная То есть Вы можете Вырожденную Сложность получить И поэтому Нужно хорошенько Подумать Над вашей Хэширующей функцией Что-то Подустали Говорить Про коллекцию Может дальше Пойдем Или что-то еще Хорошо Не буду Мне он не нравится Если что Это не реклама Ламбока Теперь реклама Котлина Реклама Котлина В Котлине Все можно сделать По-другому И хорошо Переходите На наш курс Котлина 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 Без комментариев Активно Саша готов Комментировать Java Сейчас доминирует Короче В сфере Сервной Разработки Котлина Там очень Мало В этом смысле Да Сейчас он еще Не настолько Развит Настолько Мейчер Взрослый Взрослый Эксепшены Эксепшены Да Коллекция эксепшен Самый любимый вопрос На собеседовании Поэтому давайте Тоже по эксепшен Совсем немножко Там говори Практически нечего Какая иерархия эксепшенов У нас бывает На самом деле Давай Ты рисуй иерархию эксепшенов А я Самый странный вопрос Про эксепшены Которые мне Когда-либо задавали На собеседовании Это был вопрос Какой ваш любимый эксепшен Что бы ты ответил Я бы сказал Любой прямой Любой Ну фантазия у тебя Конечно зашкаливает Ну говорите Что Ну вообще Если по эксепшенам То эксепшен А с вами Типа Рано Про Ой Ой Как Нет Нет Из-за эксепшена Астролога Это еще и Ну да На самом деле Просто обычно Так сформулируют вопрос Расскажите Иерархию Исключения Понятно, что как бы Говорят эксепшен Подразумевают Ладно Это что? Класс? Интерфейс? Что это? Это интерфейс? Нет, это класс Абстрактный класс Ну ладно Никому не интересно Давайте дальше И что еще? Вопрос сразу Чем отличается Иерархию От эксепшен? Ну они для разных целей То есть пометить Что было что-то критичное Или что-то Ну просто Какое-то исключение Вы можете заводить Иерархию Свою программу? Да, можете Какой Можете подвести Пример Иерархию Алтопамы Обычно сразу говорят Out of memory Это точно такое Декометическое событие Которое Которое Наверное Это точно Иерархию Такого рода события Это Ладно Рантайм Ну человек Говорит про Рантайм Не, ну С другой стороны Ну серьезно Out of bound Это Error? Мы сейчас Проверим Нет, мы конечно Все проверим Но давайте подумаем Вы что Не можете Отправиться Если у вас Ray out of bound Out of memory Memory Тебе на why Короче Да Ладно Мне будут Эту шутку В общем Нахуй Очень хорошо Нерорны На самом деле Как вы видите Секеров много Но тут просто Очень много Из всяких Вегатиков Попадает Но Как минимум Если вы прилетел Много Нерор Это будет Очень хороший Очень хороший Представить Вот Давай Давай теперь Рассуждать А ты Юзаешь Reflection Ты хочешь Вызвать Какой-то Метод На каком-то Объекте Метода Нет Вот NoSuchMethod Это что? Вот Чтоб ты Сказал Что Что это Такое Это Error Это Exception Это Runtime Exception Что это Такое Нет Ну вы Через Reflection Дергаете Что-то Есть Уже Встроенный Механизм Мы Говорим О том Что Есть Java Мы Это Не Создали Сейчас Error Давайте Проверим NoSuchMethod Error А еще Есть NoSuchMethod Exception Давай Посмотрим Ну ладно На самом деле Вот В этом Месте Лекция Будет Код Вы Посмотрите Все Нажмете На паузу No Such Message Так Этот Error А вот Сейчас Exception Вот Все Вам Достаточно Этих Момент Для того Чтобы Посмотреть Код Едем Дальше Так Chrome Да Check Unchecked 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 Все остальное Все остальное Чек Договорились Я сказал два раза слово Unchecked Вот Error Runtime Это Unchecked Все остальные Checked То есть Их нужно как-то ловить Те, которые Checked Соответственно Ну тут все Достаточно Тривиально И достаточно Неинтересно Тривис Ресурс Вам Как Как Вырабатывать Exception Маскир Вылетел Exception Как вы можете Обработать Трайки 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 Чего Трайки 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 Но Что Не нужно А можно Еще Добавить В декларацию Метода Проброс Его Дальше Хотел Спросить Понятно Что Не обязательно Лишать Проблем А Точно Можно 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 сделать еще один уровень абстракции И там Решать Проблемы Изключение Выкинутое При закрытии Вот смотрите У нас Интересный Теперь вопрос При закрытии Ресурс У нас Произошло Исключение Как Так Что Делать Будем Есть Final Нет Openable Такого По крайней мере Я не видел Но можем Поискать И наверняка Найдет что-нибудь Это смешно Есть Auto Closeable Штуки Они Сами Закрываются За это Отвечает Сама Конструкция Языка То что Генерируется В байт Коде У вас Делается Это С помощью Конструкции Trice Ресурс Соответственно Это Избавляет От того Бойлер Плейта Который Был В версиях Java До Семерки А еще Классный Вопрос Обычно Его задают HR На каких-то Очень ранних Стадиях Собеседования Или Телефонных Вот есть У вас Final Finally И Finalize В чем Отличие Этих Понятий На самом деле Надеюсь Вы сейчас Это все Более-менее У себя В голове Понимаете Но вопрос Достаточно Глупый Если вы Хотя бы Какое-то Время Работали С Java До этого Хорошо Когда нам Нужно Когда нам Нужно Использовать Метод Finalize И что В нем Писать Никогда Вот Никогда Ничего Не пишем В этом Методе Опять-таки Если вы Точно Не понимаете Что вы Делаете С этим Ладно Мы обсудили Что бывает Если Вы Выкинете Исключение Кейч А у тебя Не скомпилится Тут 2L Надо 2L Написал Сначала Ладно Вот Это Свечение Сидерж Накрома Сотношел Презвешен Мы Как-то Обрабатываем Ладно Есть довольно Стандартная Ситуация С таким Исходом Вы Какой-то Там Файл Читаете И Проблем Продешло А потом А потом То есть Файл не доступен Мы Террируемся Включение Здесь Вы пытаетесь Что-то Сделать Не знаю Не важно Что А потом Его закрываете И Если У вас Трайк Здесь Сурсис То На автоматичной конце закрывается Потому что Файл Как так Клоузер Интестриум Как так Клоузер Вот И Если В этот момент Ну Закрытие файла В частности Тоже Может Выкинуть Exception Если Выкинет Exception То Мы Не хотим Потерять Скорее Всего Первое Исключение Правильно То Исключение Из-за которого Файл не Почитался А не То Из-за которого Неоткрытый Файл Не смог Закрыться Как Как Все Давай С вами На него Ответим Ну Я Не знаю Я Так Давно Не делал Ну Слушай Может У нас Есть Какой-то Коз Exception Или Что Делать Будем И Что Каждый Раз Это Делать Ну Хорошо Что Мы Придумали Трай С ресурсами Чтобы Писать Меньше Болер Плейта А теперь Мы Будем Писать Больше Болер Плейта Вот А Саша Смотрим Но Было Так Если Вы Используете Трай Без Ресурсов И Здесь Пришло Исключение Вы Падаете Сюда Вы Вы Выкидываете Новое Исключение И Выкидывается Выбрасывается Исключение Вот То Которое Было При Закрытии Кетч И Файм Это Будет Потеря На Боев Выброситься Топ Но Вы Все Рано Сможете Получить С помощью Вот Исключения Точка Герц Пресс Герц Видите Казал Герц Пресс Срога У каждого У каждого Исключения Можно получить Те Которые У нас Заглушили То есть На самом деле Тот GetCos О Котором Я говорил Вообще Ни при чем К этому Не относится Ни при чем К этому Не относится Очень хорошо Это был Первый Станция Вторая Станция Когда он Стравит Ресурсов Там все То же самое Выкинуто Вот это Самое Первое Причение Это Обычно И ожидается На самом деле Понятно Да Если Какие-то Проблемы А не те Которые Там При закрытии В этом Размечается Семантика Трайл Ресурс Сустрей Ну и хорошо Так Эксепшн Еще Хотелось бы Добавить Что Ретурн Файл Не перекры Ретурн В Трайл Ой Это Очень Скучный Вопрос Есть Два Реторн Один В Трайл Блоки Другой В блоке Файнали И третий Еще Давай В блоке Крич Какой Из них Победит Говорят Файнали Победит Не пишите Такой Код На самом Деле Идете Вы на Собеседование И спрашивают У вас Какую-то Ерунду Классный Нормальный Приемлемый Ответ Сказать Не пишите Так Код Я вам Не советую И сам Не буду Я так Не делаю Я не знаю Потому что Я так Не делаю Или Я не знаю Вот Но Обязательно Найдутся Люди Которые Вам Спросят И плюс 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 И Вот Или да Ну хорошо Не важно Тоже большой раздел Вот Про Java Мы Более-менее Поговорили Про базовая тема Пойдем Теперь В фреймворке Это все Разные вопросы Они все На разные строчки Представим Ну да Здесь будут Совсем базовые вопросы Во-первых Давайте Что такое Спринг Для чего Нам нужно Для 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 Создания В принципе Да Хорошо И Вершенов Контрол Я говорю Спринг Часто На этом Вершенов Контрол Или Память Инжекшн Что такое Они связаны Зачем Начнем С Вершенов Контрол Хорошо Принцип Принцип Проектирования Паттерн Говорились Что Диригироваться Паттерн Как Светователь Ответ Свет Наставим Как Как На Свет Окей Согласен В общем-то Я согласен Я бы сказал Как бы ты это назвал Я бы сказал Что Принцип Который Говорит Что Очень Здорово Когда У нас Процесс Создания Объекта Процесс Связывания Объекта И процесс Потока Выполнения Вылагается На плечах Какого-то Фреймворка Какого-то Другого Лица Боя конкретную Реализацию Это Находит В принципе Индепальность В конкретной Концепции Индепальность Инжекшн Что у нас Заключается Ну то есть Если коротко У нас есть Например Мы поднимаем Какой-то Большой сервер И Когда Большой сервер Поднимает Себя Ему наверное Не круто Думать Собирать Там из всех Параметров Вот этот URL На котором Он будет Висеть Ему все-таки Хочется Чтобы кто-то Другой За него Это сделал То есть Это не Его зона Ответственности Его зона Ответственности Это подняться Вот Да Да Ты про Депондент Джедшин Говорил Вот В чем Отличие То есть Это какая-то Реализация Версия контроля Это реализация Части Концепции Версия контроля Это самое важное Часто Просто Взаимозаменем Используют Это на самом деле Не лишено Смысла Но Могут и спросить А в чем разница А какие еще Примеры Инверсии контроля Вы Знаете Ну На этот вопрос Вы лучше сейчас Это погуглите Посмотрите Что есть еще Держ Что используется Окей Хорошо Депендент Инжекшн И как все это Это связано с спрингом Ну да Спринг Это в частности Депендент Инжекшн Который находится В коре Спринга Который находится В нескольких модулях Спринга Вот Хорошо Ну как вы понимаете Спринг Так как набор Принборков Он модуль Спринг большой Вот Например А из чего состоит Какие самые Такие известные Компоненты Самые использованные MVC Ну понятно Такая же концепция MVC Реализуются Еще АОП А что это Что это Что такое Аспект Ну что такое Аспект Например у тебя Есть метод Ты хочешь на него Накинуть Мониторинг Ты не хочешь Менять код Этого метода Никак Ты пишешь у себя Дополнительный Какой-нибудь Бин Который будет Вешиваться На этот Метод Соответственно У тебя есть Бин Мониторинга И он будет Через него Будут все Проксироваться Запросы Через Прокси В уже Конкретный Вызов То есть У тебя фактически Есть какая-то Прокси оболочка Над твоим Конкретным методом Которая уже Можешь залогировать Например все параметры Или время вызовов Что угодно Я например Считаю что АОП это просто Реализация Еще одного из Принципов Невершенных контролов Как это будет Control flow То есть у вас Есть какой-то Control flow И в него Можете Прилинить Какую-то логику И вы это Вознагляете На плечи Примлог А можно считать Это паттерном Декоратор У нас есть Какой-то Класс И мы не хотим Его изменять Не хотим Создавать объект Который Будет его Наследовать Мы просто Сдаем Класс И В нем Реализуем Те методы Которые Мы хотели Вы добавить И создаем В нем Объект Того класса Который Мы декорируем Я бы так и пописал Хорошо Ну да Что-то декорируем И вопрос на домашнее изучение Чем шаблон декоратора Отличается от шаблона прокси Хорошо У нас есть важная вещь В спринге Вот Когда мы говорим О этом всем Депендентсе Инжекшене И прочем Прочем У нас есть контекст И это наверное Такая вот Очень базовая вещь Которую вы Одно из первых Видите Когда Начинаете работать Со спрингом Что такое контекст Вообще Контекст Аппликейшн Контекст В терминах Спринга Прямо Керна сущность Как вы помните Что-то у нас Есть наш контейнер Сэрбинол Контейнер Сэрбинол Все верно Это интерфейс Контейнер Окружение программы Которым Окружение приложения Которым оно работает Все те параметры Которые Зависит Проплотники Проплотники В принципе Да Просто Если так просто Сказать Все попросту Наложить То Во-первых Спринг У нас Спринг Депендентси Инжекшн Имеет Такую сущность Как Депендентси Инжекшн Это Депендентси Инжекшн Контейнер Есть некий Объект Который Предоставляет нам Интерфейс Депендентси Инжекшн Контейнера Это объект Типа Аппликейшн Контекста На самом деле Он может очень много В частности Он может Все то самое Что мы ждем От Депендентси Инжекшн Контейнера То есть Например Он может нам Давать Создавать Димы И связывать Их И вот Эта функциональность На самом деле Содержится В более конкретном Типе Который Называется Бинфактор То есть Когда мы говорим Интерфейс Апликейшн Депендентси Инжекшн Контейнера Мы говорим Про бинфактор Просто Апликейшн Контекста Может Это еще Много всего Вот что ты Сказал Содержит информацию Асс Состояние Программы Что там Есть Ну хорошо Это все хорошо Какая-то служебная информация Контейнер Бинов Бла-бла-бла А что такое Бин это Объект Точно Чем не отвечает Обычных объектов Обычный говорят Есть Что еще Тут Не написано Enterprise Java Бин Есть Enterprise Java Бин Нет Не будем Об этом Забудем Нет Есть Есть Бин В терминах Спринга Чем он Отличается Обычный Объект Ну вообще Это очень Хорошее Объект Просто потому Что Бин Это по Объект Такой Объект Который Управляется Контейнером А что значит Управляется Вот На самом деле Прогоняется По всему Лайфсайклу В том числе Бин Препроцессор Бин Постпроцессор Бин Анишалайзер Бин Постанишалайзер Там достаточно Много Этапов Все Это Это Жизненный Цикл Бина В терминах Спринг Можно сказать Что он Создается Связывается И Вот Если вы Никогда Не гуглили Какую фразу Как Бин Спринг Спринг Бин Лайфсайкл Вы не настоящий Программист Джава Программист Каждый Должен Видеть Эту Диаграмму Я не помню Это На сайте Пивотала Или еще Где-то Неважно Где-то Она есть Она выдается Первой Второй Ссылочкой По запросу И Там Все Очень Интересно И Главное Понятно На самом деле Начался Это Вопрос Говорят Есть Бины А есть Что еще Термин Говорят Позже Позже Если вы Встречаете Вы должны понимать Что это Обычный Бин Невин Вот Так Удаляет Объект Бины У него Заканчивается Жизненный Цикл Правильная Формулировка Это Значит Что У тебя Есть Какой-то Назовем Это Первичный Бульон Бинов У тебя В какой-то Момент Из этого Первичного Бульона Достается Бин И Куда-то Засовывается И Также Можно Из Вот Этого Как раз Контекста Вытянуть Этот Бин Дальше У тебя Он Никуда Не Просунется Все Конец Ну Это Уже Термины Джаллы Вот Ну Отличие Прогнали Немного Вот Теперь Квиз Небольшой Но У меня Нет Четкого Ответа На него Я Недостаточно Подготовился Теперь Спринбуд Вы Делаете Спринбуд Приложение Например В него Вы включаете Только Спринг То есть Core Сколько у вас Бинов Будет Проинициализировано То есть У вас Самое Тривиальное Приложение Порядок Мне важен Чтобы вы Понимали Это То есть Насколько Легковесное Будет Это приложение Насколько Там Будет Вот Этих Бинов Много Лебенов Нужно В принципе Для того Чтобы Спринг Сам По себе Функционировал Десятки Сотни Тысячи Ты Правильно Сказал Вы Проект Сотни Две Три Сотни То есть Соответственно Каждый Раз Когда Вы Добавляете Ваше Приложение Новый Стартер Спринг Бут Стартер Или Еще Что-то Такое Или Новый Лебу Которая Оперируется Спрингом И в контексте Спринга Это количество Увеличивается Вот Вам надо Это понимать Что если Вы Инженер Который Каждую Свою Проблему Решает Записыванием Новой Зависимости Вам нужно Понимать Что это Опять-таки Трейдов Чем Больше У вас Бинов Приложения Тем Дольше Оно Инициализируется Вот Ладно Хотел запустить Скажение Показать Вам Не надо Ладно У меня Время Прошло Помните Что такое Actuator Spring Boot Actuator Что это Зачем Это Нужно Следить На 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 Ну Hells Можно Например Померить Классная Вещь Вы Поможете Свой Собственный Индикатор Да Мы Включаем Его Все Приложения Да Везде В продаж Не Он Есть Но Это Очень Данная Штука Используйте Идем Дальше Закончили Теперь Чуть Сфор Не Проработать С баз Данных Сразу Про Рэм Или По БД Тоже Поговорим Про БД А Какими Кстати Мы Пользовались Какой БД По Сгрессам А Использовали Для Каких Нибудь Интегрейшн Тестов Еще Какие Инмемори H2 H2 Использовали Хорошо Соответственно БД Бывает Инмемори Не Инмемори Это Помним Бывают Какие 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 Ты про Реляционные Нереляционные Спрашиваю Всех А Хорошо Я не буду Отвечать Какие Еще Такой Вопрос Можно Вечно Прочислять Можно По-любому Делить Просто Чтобы Вспомнить Что У нас Там Было Например Пасгресс Какая Баста Баста Пасгресс Поговорим А А Тут Должна Минутка Реклама Таранту Таранту База Данных Таранту Хорошо Хорошо Что дальше Ну соответственно Буду спрашивать То как С этими базами данных Можно из Java Работать Потому что Это самое важное Что у нас есть Соответственно В базе данных У вас есть Стандартные Операции Более-менее Которые вам Хочется писать Это Условно говоря Крат какой-то Соответственно У вас есть GDBC GDBC Это все хорошо Но Это все хорошо Но долго Много Кода Много ошибок И много строк Лучший код Это тот Который не написан Дальше Что у нас еще есть Что у нас еще есть JPA В принципе Работать за базами данных С Java Можно вообще Очень по-разному Можете На голом GDBC что-то делать Можете использовать Более высокий уровень Концепции Например GPA А можно еще использовать Чуть более одетый Голый GDBC Это уже Spring Template Для баз данных Spring GDBC Template То есть Это уже Такая Более Навороченная Оберточка В которой Нужно Писать Чуть меньше Кода Spring Опять же Как набор Преймворков Входит Несколько Преймворков Для работы С базами данных Посмотрите Все очень Какой твой любимый Мой любимый Я им не пользовался А мне нравится Spring Data GPA Вообще Как будто По-английски Пишешь Что тебе надо И тебе все Выдает Хорошо Ну мы с вами Приходили к гибернету В принципе Ничего Словно Про гибернету Мы сейчас Обсуждать не будем Но давайте Сформим базовый Концепт Чуть ОРМ По названию Понятно Зачем это Нужно Почему Концепция Отображать объекты На базе Потому что Ну да Отображать объекты На отношения В революционном базе Да Почему Какие там проблемы Почему Не знаю Про это резец Ну да Просто честно говоря Это просто очень разные модели И например Объектная модель Скорее всего Умит намного больше Например Там есть Наследование Там есть Кастомная логика Сравнение объектов Там есть Что еще Что там В общем На самом деле Проблема Это в том Что Объектная модель Очень плохо Соотносится С табличной Разные вещи Тяжеловато А вот Кибернет Позволяет Решать Эту Проблему Но тут Есть Ну не только Кибернет Но мы Говорим о нем Потому что Мы его в курсе Проходили Но тут Есть нюанс На самом деле Кибернет Это Только Отчасти Серебряная Пуля То есть Совсем не серебряная Хорошо Только Договорились На самом деле Это очередной Трейдов Ваш Между тем Что У вас Приложение Есть какая-то Магия Она работает За вас И Далеко Не факт Ну и точнее Это точно Она не будет Делать все Оптимально И Или же Вы сами Будете писать Этот код Который В базу Ходит Все так Вы вспомните Как мы пользуемся GDP Как мы с вами Пользовались Вибернет Что нужно было Сделать Для того Чтобы А Надо было Ну Короче говоря Как минимум Мы помечали Те классы Которые Мы хотим Соревизовать Базу данных Аннотации Или там Описывали Классамейки Возьмем Своим Анотацией Привлечения В некий Эдит Второй Менеджер С гибернетом Там тоже Довольно Сложный Ластайкл Только Гибернет Может Менеджить Объекты Но Как минимум Если вы все Пометите Вы можете Использовать Интерфейс Гибернета Или Интерфейс GPA Помните Чем Гибернет И GPA Ладно Давайте У нас есть ОРМ Это концепция Есть GPA Что-то GPA Это реализация Концепции Но Это все еще Интерфейс Может Абстрактная Реализация Ладно И Она Есть В Джао Правильно Она Есть В Джао То есть Она В Джао Как Набор Интерфейс Не Аннотации Она Не Работала Для Того Чтобы Она Работала Нужна Реализация И Гибернет Это Какая Реализация Есть Гибернет Например Spring Data GPA Как Да Все Так Хорошо И Собственно Мы с вами Просто Помечаем Объекты Помечаем Аннотации Entity Добавляем Manit One Column Такого рода Аннотации И еще Мы использовали Интерфейс Для работы Как бы Как он Назовался Гибернет Контекстом Он назывался GPA Называется Entity Manager А в Гибернет Он чуть более Мощный Чуть более Умный Он назывался Session Используя Правильные Аннотации Используя Интерфейс Session Или Entity Manager Вы можете Без использования Сской Сохранять Объекты Поставок И доставать Но можете Использовать У вас Это возможно Писать Просто Запрос Ну что Это Про гибернет Да Ничего О нем Не нужно Наверное Говорять Просто Понимать Что это Очень Мощный Инструмент Что там С ним Довольно Легко Напортачить Честно Говоря Многие Не выбирают Из-за Сложен Из-за Сложен Стоит За тем Что Он Делает Опять Это Очередной Трейдом Использовать Или нет Примерно Четыре года Назад Зная Хибернет И Спринг Тогда еще Можно было Спокойно Идти работать Синер Девелопером Вот Сейчас Мир Немножко Поменялся Но Все равно Это считается Такими Достаточно Базовыми Знаниями То есть Сейчас Это Фактически Обязательные Знания Уже А не Знания Так скажем На повышенную Оценку Давайте Тогда Пару минут Перерыв И продолжим Дальше У нас будут Чуть более Продвинутые Топики Но Все равно Нужно знать Как минимум Основу Основу Нужно знать Первое Про потоки Во-первых Жало У нас Многопоточные Зрели Даже Нужные Спецификации Он позволяет Представить Корректную Многопоточную Программу В отличие От многих Других Языков Как ни Стран Сейчас Поймем Базовые Вещи Как Жало Может Создать Поток Нью Сред Стар Да Но Что-то Хочет В нем Исполнит И туда Что Передаш Какой-то Реализацию Ран Хорошо Как остановить Поток Поток Есть метод Интерап У нас Потока Нет Странный Вопрос Нет 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 А метод Стоп Есть Вот смотрите Мы же говорили Топик Продвинутый Да Чебыли Продвинутый Топик Но Честно говоря Вот Почти Почти Документацию Я туда Даже Нашел Страничку Написано Как Перевать Поток Нет Камон Камон Тут Надо Читать Документацию Одним Словом Это Не Ответишь Подожди Подожди Посмотрите Просто На Сайт Тут Вы Видите Много Разных Методов Которые Как-то Становят Поток Например Destroy Ну Короче Находите Зачеркнутый Метод Зачеркнутый Зачеркнутый Метод Дисторон Например Чем Здесь Стоп Вот Смотри Я вижу Метод Стоп А че Он Зачеркнутый Хочу Использовать Деприкетит А и Причем Смотрите Деприкетит Он Вообще С версии 1.2 Сразу Поняли Практически Что В этом Есть Проблема Ты Назал Метод Он Не Зачеркнутый Это Хорошо Читайте Документацию Но Смотрите В чем Основная Логика Того Как Остановить Потоки В Джава Их Нельзя Просто Взять И Безопасно Остановить Из другого Потока Если Вызвать Метод Интерапт Он Может Остановить Поток И Часто Это Сделать Формально Он Не Обязан Это Сделать Почему Потому Что Остановка Потока Как вы Понимаете Довольная Опасность Например Поток Может Захватывать Какие Логики Вопрос Что Должен Поток Закрыть Или Захватил Какие Другие Ресурсы Нельзя Логики Это Сложный Вопрос И На этот Метод Не Обязан Как Рекомендуется Это Делать Это Внутри Когда Вы Вызываете Метод Интерапт Если Посмотрим Более Подробно То В каком Месте Выставляет Флаг Из Интерапта Внутри Внутри Поток Он Как Видимо Выставляет Флаг Из Интерапта Если Вы Хотите Хорошему Образу Смотреть Поток Вы Должны Этот Флаг Просто В этом Поток Примерять Вот Дальше Мы Сейчас Видим Что В методе Интерапт Есть Метод Интерапт Ноль Который Нейтив Вот Мы Идем В него И Видим Это Почему Он Нейтив Какие У вас Есть Идеи Реализация Который Необязательно Жалок А Зачем Ну Мы Хотим Дописать Реализацию Эту Другие Предположим Ближе К Процессору Потому Что Извините Архитектуру Проложения Я До Конца Не Понимаю Зачем Но Мне Кажется Не Надо До Уровня Процессора Доходить А вот До Уровня Операционной Системы Дойти Бы Классно Они Везде Разные Трэды Зависит Это В том числе От Операционной Системы На самом деле Там Чтобы Не Быть Голословным Там Очень Много Факторов И Соответственно Эти Проблемы Нужно Решать На Нужном Уровне Ну На самом День Если Чтобы Вы Знали Мы Процессор Говорились Даже Если Метод Реализован Не Так Нейти В принципе Это Не Значит Что Им Этот Код Будет Выполняться Может Выполняться Какой Нибудь Интриги Тот Код 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 Небес Стенарной Библиотеке Java Очень Часто Не Исполняется Есть Код Реализация C++ Который Работает Место Небал Почему Потому Что Код На Java Он Как Понимаете Обычный Как Видел Чуть Меренее Но Если Посмотреть Даже На Различные Простые Задачки Когда A plus D Сложить То Код Небес Ну Это Довольно Логично А Ну Классная Идея Есть Задачи Которые Требуют Очень Быстрого Поднятия Конечно Java Не Уверен Хорошим Выбором Но Таких Задач Мало Нет Но Это Все Равно Что Использовать Java В качестве Того Ж Баша Скриптового Языка Это Не Про То Язык Не Про То У Него Другая Ниша Он Для Другого Не Сделан Так Скажем Для Другого Он Его Хорошо Использовать Для Другого На самом деле Ту Задач Который Сказал Принимать Быстро Для Этого Есть Куча Флажков Gm Которые Будут Отключать Которые Будут Стартовать Быстро Флажки У тебя Губите Сами Очень Хорошо Если Вам Нужно Сильно Затачивать Вашу Gm Задачу То Губите Конечно Но Помолчание Она Хорошо Работает 90% Задач Ну Где Труды Там И Конкуренси Конкуренси Всеми Тема Четка Шай А Почему Вообще Про Нем Говорит Шер Низу Шер Разделимый Свой Разделяемый Шер Разделяемый 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 Перемены Которые Разделяются Между разными Потоками То есть Которым Эти разные Потоки Имеют Доступ Почему Мы Выделяем В отдельный Класс Простая Жа Идея Если Нет Шер Мютабл Стейт И нет Конкуренси Я прав? Тут Прям До слов Цены Проблема Не Просто Не Только С ним Конкуренси Приходят Проблема Вся Его Выделяют Потому Что с таким Стейтом Куча проблем Мы с вами Говорили про то Какие там Проблемы Какие Могут Спорт Ну да Датарейс Рейс Кондишнс Очень Хорошо Ну Какие Могут Ситуации Такие Ну То есть Вы пишете В переменную И потом Не видите Эту Запись В другом Потоке Либо Что-то Не знаю Делаете Какие-то Операции А потом Оказывается Что они В середине Были Прерваны И Выплыли Какие-то Тамара Некоторые Могут Не видны И Когда Вы пишете Многопоточную Программу Все это Нужно Помнить Про это Этот раздел И Собственно Вот Те Самые Слова Которые Можно Использовать Для того Чтобы Что-то Сделать Давайте Так Быстро Приближимся Во-первых Тут написано Ключилось Слово Final Свои Про него Раньше Не говорили Но Оно Сильно Имеет Отношение На Конкуренции Зачем Слово Final Чуть Мы Говорили Ладно Зачем Оно В контексте Конкуренции Почему Это Важно Если Мы Используем Переменную Которая Final То Она Не Изменяется И Следовательно У нас Не будет Никаких Дандар Из Ее Никто Просто Переменные Которые Final Получается Что State Который Не Мьют Правильно То есть Вот этот Отмерить На Ссылку Будет Не Мьют Хорошо Есть Понятный Другой Способ Избавиться Шердин Сделать Его Не Шердин Правильно С Что Мы Это Делаем Что Делаем С Переменные Получат На Каждый Подоб С С С С С Класс Эберт Который Внутри Содержит Тот Стейк Положите Просто Он Будет Возвращаться Новый Для Каждого Нового Потопа Хорошо Слово Что Означает Много Чего Означает Для Чего Оно Может Быть Использовано Для Чего Относящиеся Дел Вещь Во-первых Переменные Вот Что Мы Можем Из Этого Из Леч Перемен Перемен Весь Дук По Я Правил А Клокальные Переменные Можно Написать Волота Клокальные Переменные Можно Написать Слово Волота Можно Написать Волота Не Почему Скорее Все Потому Что Она Привязывается К Тип Объект К К К Тип Ну Твои слова Можно Правильно Интерпретировать Лучше Сказать Просто Что Это Очевидно Локальные Переменные Это Не Шерк Метобысты Это Не Можешь Передать Изменяемый Переменный Поток Даже Если Создашь Поток Ты Можешь Только Финальный Переменный Переменный И Уж точно Она Не утечет И другого Метода Потому Что Она Не Выпадет Перемь Хорошо Что Еще Зачастлив Волота Топом Этот Подсос Полный Пуш Что Наберяем Одно Перемен Дайл И Каждый Раз Не Обращаемся На Данное Топом Да Только Не Пулы Пуш Ну Да Просто Это Одно Из Более Сложных Последствий Самое Первое Последствие То Что Переменная Будет Изменяться Если Ты Менешь Переменную То Из ее Измене Будет Хорошо Будет Нормальная Переменная Живет Нормальная Жизнь Даже В многопоточной Среде Это Первое Для чего Нужно Использить Полота Все Остальные Последствия Это Довольно Ну да Мы их С вами Помним Да То есть Когда Дойдем До синхронизации Еще Приспом О До Синхронизации Yes Классно Во-первых Какие виды Синхронизации Есть Что Меняется Вот Делаете Вы Метод Синхрониз Или Делаете Вы Синхрониз На Объекте В чем Разница На Объекте Метод Которого Был Вызван Что Такой Объект Зис Этого Метода Ладно Не будем Мучиться С этим Окей А если Внезапно Метод Еще Статический Где Здесь Взять Опять Класс Договорились Хорошо Для решения Каких Проблем Можно Использовать Синхрониз Зачем Чудоус Кудоус Каких Ресурсов Чтобы Не было Ресконечности Например И то Что Небо Ресконечности Чтобы Что 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 У нас По любому Синхрониз Более Томат Чтобы При Сарти Если Прыск Пытается Прочитать Данные Он Не Смог Случ До Пока Немнож Это Да Это Как раз Избавление От Data Rays Ладно Мы Можем С помощью Синхрониз Две Вещи Сделать Сделать Какие-то Операции Атомарными Относительно Доступ К Какому Логу И Второе Это Можем Гарантировать Видимость Памяти Ладно Хорошо Первое Театомарности Его Использовать Очень Естественно И Более Менее Понятно Давайте Спомним У нас Какой-то Объект Мы Хотим Чтобы Как-нибудь Операции То Есть Не знаю Помните У нас Там был Пример С Биллингом Мы Хотим Чтобы Всегда Все Вообще Доступы Все Изменения Аккаунтов Происходили Только В одном Как это сделать Что нужно Синхронизировать Вначале Мы синхронизировались Мы Последствием На Все На Все На Все Все Коллекции Нужно Тут же Дать Два Вопроса На Чем Синхронизироваться И Что Синхронизироваться Если Я Сказал А Зачем Нам Еще Нужен Вопрос Зачем Синхронизироваться Что Мы Добиваемся Да Нет Нет Какое Быстродействие Мы добиваемся Того Чтобы Эти Переменные Произошли Для Другого Потока Атомарно Как бы Да Хорошо Для Атомарности Второй Для Видимости Записи В памяти Хорошо Теперь Сейчас Мы Говорим Про Атомарность Получается Если Мы Хотим Чтобы Операции Вообще Короче Присходили Только Атомарно И только Последователь На Чем Мы Синхронизировались То Что Синхронизировались На Синхронизировании Объекте Получалось Что Один Глобальный Объект Синхронизированный У нас Были Критические Секции Вишес Синхронизированные Тут Мы Захватываем Этот Лог Тут Мы Его Релизим И Получается Что Другой Поток Не Мог Зайти В Этот Лог Пока Я Не Отпущен Так что Это Для Атомарности Атомарности То Что До 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 Смотря Какой Гранулярный Слог Сейчас Мы Смотрим Пример Когда У нас Просто Есть Один Большой Глобальный Лог Естественно Мы Можем Это Делать И На Более Гранулярном Убираем Поэтому Ей Объект На Который Мы Смотримся Убираем Своим И Поэтому Когда Мы Говорим Синхронность Мы Думать О Чем Выбор Окей Про Атомарность Закончили Что Еще Есть Я Решение Привернем С Лон Кмедал То есть Смотрите Мы Зависали Какие-то Переменные И Хотим Чтобы Эти Переменные Другой Поток Мы Видим Как Мы Это Используем Синхронность После Того Когда Говорите Про Это Говорите Не После Того Как Мы Закрыли Синхронность Блок Вышли Из Сети Следующий Поток Который Закон Синхронность Блок На этом Объекте Он Получит Все Изменения Которые Произошли До Этого С Объекта Ну Даже Тоже Как Это Объекта Вообще Да Вспоминаем Что у нас Есть Что мы Обеспечиваем Видимость Да Мы Обеспечиваем Видимость И Собственно Какое Из этого Последствия Вот у нас Есть доступ Которые Переменные Мы Пишем Где-то Прям Переменные Чтобы Чтение Все Даверные Записи Нужно Что Синхронизовать Правильно И чтение И записи Только Запись Недостаточно Только Чтение Недостаточно Нужно Снимать То И То И Одном И Одном И И Вспоминаем Про То Что Пушить Репозиторий Нужно Пушить Естественно Один Репозиторий И Нужно И Пушить И Если Если Только Запись Синхронизировали То Двое Не могут Одновременно Писать Да Не дают Какие Гарантии Чтение То Прочитать Ты можешь Когда Один Еще Не до Конца Что Написал Например Условно Говоря Так Синхронизм Не блокирует Он блокирует Только для всех Тех Кто И Пользует Синхронизм На этом Объекте Да Синхронизм Синхронизм Обеспечивает Определенную Логику Работы Монитора Объекта Вот Объекта Монитора Чтобы не запутать Нужно сказать По-другому Что Монитор Пускает В фотоаппартическую Секцию Потоки Или не пускает Если он уже Занят Вот Все И дедлок Остался же У нас Еще Про Конкуренция Или мы уже Считаем Что Поговорили Нет Мы Пропресс Валтайо Переменные Как тут На это Ложатся Валтайо Переменные Ты говоришь Что-то Вроде Нет Происходит Если Мы Записали Валтайо Переменную Это Все равно Что Мы Закрыли Синхронизм Блок А Когда Мы Читаем Это Все равно Что Мы Открыли Синхронизм Блок На Этой Объекте То есть Мы Какую-то Правильную Работу С Филдом В Многопоточной Среде Определим Окей Договорились Ладно Мы С вами Научить Пользоваться Синхронизм Теперь Пользоваться Локами И потом У нас Могут Возвольные Проблемы Типа Неблока Подблока Тай Что Ристанции Где блок Я Путаю Постоянно Служить Блоками То есть Когда У нас Два Объекта Хотят получить Докуп Одному Рисурсу Ну точнее Сейчас Есть два Рисурса Один Поток Заблокировал Один Рисурс А второй Поток И хочет Получить Докуп К второму Рисурсу А второй Поток Наоборот Это Получается Дэдлок Или Дэдлок 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 Это когда Система Какое-то формальное Отреение Работает Но не делает Прогресс А это Когда Цифры Да Например У нас Пример Создает Зампл В котором До такого Дошли У вас Думаете Программа Довольно Сложная И там Какая-то Сложная Логика Использования Локов И как Понять Что там Есть Дэдлок Сломался Как Понять А Сколько Ничего Не должно Происходить Ничего Как Определить Что Ничего Не Происходит Ваше Приложение Спросите Джава Как Спрашиваем Есть Как Мы Помним J-Stack Помните В своем Позже Сразу Дампите Все Ваши Стэки И ищите В них Проблему Во-первых Можно Так Во-вторых J-Stack На самом Дэдлок Он Часто Определять Рестоваться Во-первых Многие Утилиты Статического Анализа В принципе Могут вам Это подсказать Ну это Конечно Вообще-то Это очень Сложный Анализ На самом-то деле И чтобы Его провести Вам Нужны Во-первых Правильные Утилиты Во-вторых Прямые Руки Я не уверен Что Разрешу Моя Проблема Ну Какие-то Кейсы Можно Разбирать В общем Случа Вам Скорее Всего Не Решард Вот И поэтому Придет Все В продаже Не ловить Ну Или В каких-то Предыдущих Средах Опять же Если Вы Используете Влоки Во-первых Вы должны Понимать Концепции Конкуренси И Просто Если Можете То Рискуйте Это Опять же Редок Очередно Окей С Конкуренси Надеюсь Закончим Пока Да Другие Вопросы Азер Ассортит Другие Короче Говоря Они Связаны Как сравнивать Строки Мы уже Поговорили Наверное Не будем К этому Возвращаться Да Не будем Как Строки Спасибо Ну Сравнив Размера Потом Спасибо Ну Мы Так Не будем Делать Потому Что Делать Лучше Не надо Через Николс Не равно Роман В зависимости От ситуации Правильный ответ Вам Быть Не идея Подсказки Если вы Случайно Напишите Равно Вот А теперь Я хочу Взять И сконкатинировать Огромное Количество Строк У меня Есть Словарь Хочу Взять И сконкатинировать Что делать Вот Есть Стрингбилдеры Да Потому Что мы Не хотим Кучу Болерплейта Делать Потому Что Строка Это Имьютабл Объект Да мы Каждый раз При операции Плюс Создавали Что-то новое Не будем Так делать Да Ну стоит Честно говоря Сказать Что Понятно Что Люди Реализовали ЖВМ Они Часто Могут Текить Ситуации Когда Вы Объект В цикле Просто Склеиваете Столько Склеиваете Могут Это Неплохо Оптимизировать Честно говоря От реализации К реализации Поведение Меняется На самом деле Среды разработки Вам Стейнбиллер Точка Оттен То есть Статическим анализом Это можно В общем случае Не нужно заморачивать Поведение Каких мерках Вещей Но если у вас Там Понятно Нет Гигантский Крюстов Срок Склеиваете Прямо Очередневнические Смогут Проблемы Да Используйтесь Стейнбиллер Гарбач Коллекшн Что Это Такое Рекрашен Это В java Работает Вообще На самом деле Что Спрашивать Работает По-разному Какой Гарбач Коллекшн Выбрали Так И Работает Вот Есть Гипотезы На основании Которых Это все Работает И Например Гипотеза Поколений Да Мы Поговорим Нормально Вот Еще Важный Момент Что При Можно Каким-то Образом Второй Вопрос Как Увеличить Размер Хипа Хип Это Соответственно Где Вся Локация Проходит Во флажках Причем Можно Не только Размер Хипа Отрегулировать А можно Еще Отрегулировать Размер Некоторых Его элементов Но Какие Элементы У него Есть Зависит От того Какой Гарбач Коллектор Вы Выбрали Не только Размер А все Разные Параметры Ну да Который Зависит От выбранного Вам Какой Ваш Любимый Гарбач Коллектор G1 Вот G1 Ближе Вот Ну Хорошо Разобрались Или Еще Что-то Хотим Что Еще Хотим Можно Управлять Гарбач Коллектором Вручную Зачем Это Нужно Делать И Можно Попросить Его Почистить Так Что Сделать Есть Метки runtime.gc System.gc Которые Являются Советами Вы Не Можете Заставить Чтобы Почистить И Нужно И Вопрос Finalize Когда Вы Зависит Когда Непонятно Когда Этот Метка Полагаться Не стоит Имя Потому Что Что Java Java Но Если Что То Есть Значит Это Где То И И И И И И И Сейчас Finalize Просто Его Несли И Потом Особенно Не Стали И 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 Вот Мне Интересно Что С Ним Будет Когда Интерфейс Появится У Глица Нормальный Вот Что С Ним Будет Его Оставят Нет Посмотрим А у Garbage Collection Соответствие С одним Из Jep Будет Свой API Который Будет Будет Или Уже Есть Я Честно Говоря Немножко Как Называется Это Не 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 Че Заш Это Интересный Вопрос И Гуглите Гуглите Это Новый Проект Я Думаю Что Тут Ж На Гугл Но Не На Гугл Просто Есть Такой Проект Смотрите Опять же Это Не для Общего Пользования Да То есть Garbage Коллекторы В том числе Могут Создавать Виндора То есть Сторонние Компании Которые Либо Имеют Свою Реализацию GDK Либо Делают Какие-то Отдельные Части GDK Которые Контрибьют Или Продают Вот Для Них В том числе Это сделано Да Дальше Побольше Часть Виндора Продается Кусок GDK Ну Кусок GDK Может И продается Чего нет Все что Годно Может Продать Окей Что Дальше Вот Когда с вами приходили Java 9 Хотя В основном Сколько На Пазах Вещах Вещах Тем временем Будут Сложить Десятка Появился Набор Новых Вещей Но В принципе Не такие Большие Как Появились Восьмерки Да Java Перешла На Частые Релизы Где-то Раз в Полгода Они Будут Происходить И Java 10 Как Это Не Странно Вышла Вовремя Вот Соответственно Следите За Обновлениями Следите За Тем Какие Версии Java Будут Получать Long Term Support То есть Сейчас Все На Восьмерке Что Саппортится И Дальше Будет Следующая Версия 11 По-моему Она Однозначно Вот Соответственно Ссылочки Смотрите У кого Восьмерке Нет У девятки Еще Не Но Скоро Будет Я Могу Федиться Но Скоро Будет Это Точно Вот Мы Доступны В GitHub Репозитории Вы В любой Момент Можете Законтрибьютить Нам Что-то Если Нашли Какие-то Ошибки Недочеты Или Можете Предложить Свои Улучшения Курса Заведя Нам Какие-то Таски Например Или Сделав Pull Request Мы Очень Будем Этому Рады И С Нетерпением Этого Ждем Чатик Телеграме И канал На Ютубе Подписывайтесь Ставьте Лайки Все Не знаю На этом У нас Наверное Все Спасибо За Внимание И Теперь Ждем На Экзамене Субтитры 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 Субтитры